Есть такая фраза, всем не угодишь. Казалось бы, банальная, но в этом репортаже, специальном репортаже, я решил сделать на нее акцент. Я вам настоятельно рекомендую этот сюжет внимательно досмотреть до конца, потому что это настоящая жизненная история, которая окружает всех нас. При этом я хочу сделать акцент, что идеально было бы, чтобы его посмотрели люди с регионов, ведь Москва не Россия, у вас там все по-другому, у вас регионы кормят. И вот я сегодня в этом специальном ролике хочу на одном небольшом клочке земли показать, как люди друг друга не понимают, как на ровном месте у них возникают претензии. Значит, сейчас даю вам краткую справку, где мы находимся. Мы с вами находимся на юге Москвы, в районе Царицыно. И прямо сейчас мы отправимся вот в этот интересный парк с одноименным названием Сосинки. Площадь его порядка 11 гектар. История началась еще в 1980 году. Ранее здесь стояли и вовсе дома. С 2006-2007 года началась реконструкция. И на сегодняшний день я вам хочу показать и кратко рассказать, что было, что стало. И самое главное, дать вам интересный материальчик. Посмотрите, будет что обсудить в комментариях. Друзья, всем привет, с вами я, Дмитрий Машков, ваш специальный корреспондент. Идея для записи этого сюжета у меня была давно. Ну, а я хотел ее вставить в один из роликов буквально 2-3 минуты. Но потом подумал, что вот эту тему на самом деле стоит раскрыть полностью, потому что здесь есть над чем подумать. Так и еще, как вы знаете, я буквально недавно вернулся из Азии, Бали, Вьетнам, был в Дубае. И мне есть с чем сравнить, поэтому этот сюжет будет наполнен информацией. Как вы видите, носик у меня уже гундит, горлышко подсело буквально на второй день после возвращения домой. Но здесь дом, здесь все хорошо по-своему. Короче, без размазывания каши по тарелке. Знакомлю вас с полезным спонсором выпуска. И после чего мы переходим к основной теме. Приятного просмотра. Ребята, как вы видите, я наснимал довольно-таки большое количество сюжетов из Азии. Надеюсь, что впереди я объеду еще больше стран и наснимаю еще больше сюжетов из разных стран. Но, когда передвигаешься, конечно же, общаешься с людьми, я заметил, что очень ценятся люди, которые занимаются финансами. И понятно, почему так. Ведь финансы – это один из самых главных вопросов для любой компании. А для тех, кто хотел бы заниматься финансами, помните, специальность финансовая аналитика будет всегда в тренде. Эта профессия востребована как сегодня, так и будет оставаться перспективной все последующие годы, несмотря на любые ситуации в мире. И именно здесь и сейчас, что я сделаю? Я вам порекомендую курс «Финансовая аналитика» уже от моих старых друзей в Skill Factory. Курс будет полезен не только экономистам и бухгалтерам, которые стремятся продвинуться по карьерной лестнице, вырасти в зарплате, расширить свои компетенции. Ну и, конечно же, новичкам, которые хотят получить актуальную профессию в IT-сфере. Вы не просто научитесь управлению финансами, финансовому анализу и управленческому учету, но станете специалистом, способным определять финансовую стратегию и тактику компании. Вы научитесь анализировать финансовое состояние бизнеса, оценивать инвестиционную привлекательность проектов, управлять денежными потоками. Также хочу заметить, что курс сделан с акцентом на карьеру выпускников. И курс предполагает карьерный рост вплоть до финансового директора. И помните, что Skill Factory сотрудничает с экспертами, которые заинтересованы в новых качественных кадрах. Профессионалы дают практические навыки, соответствующие реалиям бизнеса 2022 года. А актуальные знания сейчас нужны как никогда. И вот поэтому не забывайте, что самое главное, чтобы у вас было желание учиться и вы впитывали всю полезную информацию как губка. Поэтому, ребята, переходите прямо сейчас по ссылочке в описании или же сканируйте QR-код. А промокод Машков даст вам скидку в 50%. Елки-палки, черная пятница как-никак. Удачи, ребята, получайте новые знания и осваивайте новую профессию. Значит, в чем прикол и в чем вся суть этого сюжета? Вот, посмотрите, вокруг нас идет огромное количество многоэтажных домов, жилых домов и места, где мы находимся. Я бы не назвал это прям полноценным парком. Это такой некий скверик для всех местных жителей. Поэтому, если кто-то увидит в этом рекламу парка, то сюда приезжать вам не нужно. Потому что здесь такого прям чего-то особенного нет. Уж тем более, если вы едете в Москву и ставите в график посещения туристических мест парк Сосинки. Нет. Здесь интересная особенность именно для людей. Потому что здесь раньше был просто кусок земли, на котором росли многовековые сосны. И после чего власти решили интегрировать в этот кусок земли с соснами парк. Что получилось? Значит, смотрите, по левой стороне от нас сделали полноценную площадку, где можно поиграть в баскетбол, волейбол, футбол. Приходят пенсионеры заниматься здоровым образом жизни. Сделали площадку для физкультуры. Расставили достаточное количество лавочек. Соответственно, вели порядок, сделали кустики. В весеннее-осеннее время и в летнее, само собой, здесь по-своему красиво. Да и сейчас зимой тоже шикарно. Также на территории этого небольшого парка появилась детская площадка для малышей. Появилась площадка для детей постарше. Есть памятник Великой Отечественной войне. Короче, таким образом получается целая кладезь для того, чтобы можно было пройтись, прогуляться, получить от этого удовольствие. Так более того, более того, сделали еще отдельную территорию для выгула и дрессировки собак. И это все, как говорится, за бюджетные средства, ну за средства налогоплательщиков. И казалось бы, ну все шикарно, что тут говорить. Но начинается самое интересное. По сути красотища, да, может сложиться мнение, такие первые мысли. Да и что ты показываешь? Ну то, что там в Москве все жируют, все классно. Специально есть контейнер для ухода за собаками. Здесь есть полноценная сцена, где проводятся все различные праздники, мероприятия. Но потом произошла следующая история. Парк был разделен на две части. Вот эту половину, которую вы видите за мной, ранее она просто была занята деревьями. Специально не поленился, поднял фотографии, как это было до. Вот такие деревья стояли, собственно вот живая картинка. И потом власти решили, что нужно парк доделать до конца. И вот тут началось самое интересное. Был вывешен план, что хотят сделать. И люди начали высказывать свое мнение. Перемещаемся ко мне в офис. Как вам? Все уютно? Четвертая серия про квартиру скоро будет. Значит смотрите, последние 10 лет я живу в Царицыно. Активнее внимание я стал уделять социальным объектам с 2019 года, когда моя супруга стала беременная. В 20-21 год мы начали регулярно ходить, гулять в этот парк. Я как человек, который переехал из провинции, конечно же, все вот эти новшества воспринимал себя на ура. И думал, блин, вот как это круто. Но когда я начал обращать внимание, что говорят местные жители, подчеркиваю, я сейчас никого не хочу никак обидеть. Я хочу лишь вам донести информацию, как оно в жизни бывает. Мы говорим про кусок земли площадью 11 гектар. Кусок земли, который общий, который сделан для того, чтобы каждый мог туда прийти погулять. И вот посмотрите, на какие комментарии я натыкался, что вообще в целом происходило. Огромное количество людей стало недовольным, что хотят подрубить некоторые деревья. Ведь как так? Это же Москва. А деревья это легкие Москвы. Хотя о вырубке какой-то там значимой части леса и речи не шло. Сегодня вы увидите, сколько там осталось деревьев. Это первое. Второе. Огромное количество людей начали спорить о том, что, смотрите, есть зона специальная выгула для собак. Тем не менее, люди с собаками гуляют по всему парку. Собаки без ошейников. Собаки кусают людей, детей. Такое тоже есть. На основании этого начинается борьба на территории одного парка. Вот люди находят подобные вещи. Котлеты с гвоздями разбрасывают по парку. Разбрасывают отраву. Регулярно об этом слышу. То бишь, вот идет борьба собачники против нелюбителей собак, так называемых дог-хантеров. Здравствуйте. Не подскажете? Один вопрос к вам есть. Смотрите, вот этот парк раньше здесь просто лес был. Вы же здесь поблизости живете, правильно? С собакой гуляете. Вот когда все это сделали, вот для вас, как для жильца, стало лучше или хуже? Лучше. Вот бывает спор, бывает спор, что вот собакам не место в парке. Вот просто ваше мнение, как собачника, что вот для них есть специально отведенное место, но когда они выходят, гуляют, некоторые люди бывают недовольны. Что вы по этому поводу скажете? Не знаю, трудно судить обо всех людях. Мне кажется, собаки должны гулять там, где гуляют люди. Ну, естественно, на детские площадки не должны заходить. Пикантный вопрос. Как зовут мальчика? Или это девочка? Девочка? Майя. Майя. Вот если Майя сейчас сходит в туалет по-большому, ваше действие? Беру пакетик. Ну, вы с собой носите, забираете, можете показать. Просто мы специально делаем сюжет про парк и показываем, что как происходит. Вот, друзья, видите, пожалуйста, пожалуйста. Вам сама зона для собак что? У меня пакетов вымут, потому что она может и два раза сходить. Не так, вам вот сама зона для собак как? Ужасная. Плохая? Она внизу, там постоянно грязь. В общем, ее надо было повыше делать, или песка побольше, потому что только в сухое засушливое лето там уж мы гулять. Или сейчас как зима, да, например? Или как зима, да. Я понял. Все, спасибо большое вам, до свидания. Скейтпарк. Это отдельная история, потому что я никогда не придавал этому значения, но я знаю и вижу, что детям это очень нравится. Приезжают туда с велосипедами, BMX, самокаты, кайфуют по полной программе, вот вам короткие отрезки, детей там полно. Но, тем не менее, некоторые взрослые чужих детей называют дебилами, мол, эти дебилы там носятся так, что носиться там нельзя. Короче, нужно закрывать скейтпарк. Пойдемте, пойдемте. Тот самый скейтпарк. Несмотря на различный возраст, трюки они здесь выполняют сверхкрутые. Само собой бывают травмы, но прям чего-то жесткого здесь не было. Ну, под жестким я подразумеваю, что не было летальных исходов. Ноги ломают, руки ломают, бьются. Сотрясение мозга само собой есть. На основании чего взрослые бунтуют, говорят, зачем это надо? Место повышенной опасности. Конечно, родителей и взрослых людей можно понять. Но вот такой риторический вопрос. У меня в детстве не было скейтпарков. Я точно так же все ломал. И руки, и голову, и ноги. Чего только не было. Вот здесь же это во всем тонкости. Потому что для кого-то это детство, воспоминания из детства. А для кого-то это нафиг надо. Лучше бы поставили бы цветочные клумбы. Обратите внимание, что скейтпарк находится как бы на краю парка. И здесь рядом есть пешеходный переход. Дети, накатавшись на своих скейтах, самокатах, начинают возвращаться домой. И уже под драйвом скорости перебегают дорогу, переезжают ее. И там нередко бывает ДТП. Водитель сбивает ребенка. Слава богу, летальных исходов никаких не было. Ушибы, ну, прям чего-то серьезного пока что не было. И здесь тут же начинается спор. Родители выходят и говорят, какого хера вы построили парк, кто об этом додумался, скейтпарк возле дороги. С другой стороны, другие говорят, подожди, подожди, подожди. Это закрытая территория, здесь машины не ездят. Ты должен был обучить своих детей, как правильно переходить дорогу. И вот здесь, ребята, вот это ключевое. В самом начале, что я сказал? Всем не угодишь. Вы подумайте об этом, что на одном клочке земли люди начинают между собой спорить, не уважать друг друга, нарушать те самые правила, которые, казалось бы, мы же все о чем говорим? Ой, в Европе вот там правильно, вот там хорошо. Вот там ты приехал, там все правила придерживаются. Вопрос. Почему мы не начинаем тогда с себя? Вот классно я придумал сделать рабочее место так, чтобы ты по ходу монтажа мог спокойно дать комментариев. Значит, касаемо Европы. В декабре приезжает девчонка, с кем я учился в школе. Вот она там работает уже больше 10 лет. То бишь, как закончила университет, уехала туда, в разных странах пожила. Вот мы с ней запишем большое интервью, и она прям объективно расскажет, как оно там на самом деле. Вот эта история, что ой, там как все хорошо. Я не спорю, что там есть очень жирные плюсы. Вот она расскажет, просто он на нее подписан в одну запрещенную сеть. Я прямо вот так регулярно с ней общаюсь. Короче, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить этот ролик. Он вам 100% будет интересен. Здрасте. Девушка, будь добры, можете на один вопрос ответить. Вы же здесь поблизости живете? Да. Вот смотрите, когда этот парк начинали доделывать, были люди недовольны. Говорили то, что вот, сейчас деревья повырубают. Вы в целом, было такое, правильно? Вы вот в целом, после того, когда его сделали, вообще, вот ваше отношение? Хорошо? Вообще мы все довольны. И дети сюда на площадки ходят, и мы здесь ходим, занимаемся на спортивной площадке, на тренажерах. Все довольны. Вот скажите, пожалуйста, площадка спортивная, как вам в целом? Нравится? Да. Вот раньше здесь ничего не было. Вы же здесь поблизости, правильно, живете? Было очень много споров у людей. Вот зачем площадка, ребенок подойдет, пришибется. Я просто читал, как бы, комментарии, как парк собирали строить. Ваше мнение? Мое мнение, наоборот, хорошо. А что здесь до этого было? Поле, сали, срали, шашлыки, да. Шашлыки, закладки делали. Сейчас больше народу, меньше ходят, закладки делают. С точки зрения оборудования, блинов всего хватает, чтобы прокачаться, достаточно или чего-то маловато? Да, в принципе, это все достаточно. Короче, оценка общей площадки вашей по 5-байльной шкале? 5. В этом же парке, в силу того, что молодежи стало больше, некоторая молодежь, естественно, начинает совершать такие вандальные действия. Так, например, был небольшой пожар в общественном туалете. Сначала потушили пожарные, а потом молодежь решила его доломать. Ранее в этом парке вообще не было общественных туалетов. И я думал, ну как вообще такое возможно? Когда вокруг тебя огромное количество домов, сюда приходит действительно огромное количество людей. Это на сегодняшний день момент съемки, среда и время 10 часов утра. А в летнее время здесь все кишит. Ну куда люди должны идти в туалет? Вот, поставили один. Это, скажем так, претензии от меня с точки зрения комфорта для парка. Хотя, казалось бы, поставьте вы 3-4 туалета, чтобы он был при каждом входе. И интересных наблюдений у нас здесь было очень много. Потому что в этот скверик мы приходим давненько гулять. Как у нас родилась дочь, привозим сюда на колясочке. Где-то что-то, так сказать, услышали. Где-то что-то увидели. Супруга рассказывает однажды. Прогуливая здесь, когда уже вот это все построили, молодежи здесь стало гораздо больше. Потому что раньше он для них был такой, фо, парк для пердунов. А сейчас здесь тусовки идут. Идет девчонка, лет там 13, может быть, 14, ест чипсы. Подчеркиваю, что здесь урна на каждом шагу. Реально. Она просто берет так вот чипсы, швыряет. Моя жена говорит ей, стой, подожди, ты чего делаешь? Вот урна возьми, выкини. Она посмотрела на нее и просто начала поливать ее трехэтажным матом. Мол, ты кто такая? А что ты мне указываешь? Да здесь уберу. Да что хочу, то и делаю. Понимаете? Ну, знакомый вот этот разговор. Хотя, казалось бы, ну, возьми и брось. Я недавно вернулся из Азии. Я был в шоке от того, сколько там мусора. Подчеркиваю, для Москвы это просто, здесь просто чистота и красота. Более того, я был в Дубае. Вот в чем плюс, ребята? Есть с чем сравнивать. Подобную локацию в Дубае, чтобы так было сделано, Дубай, да, звучит. Арабские эмираты. Ни хрена там ничего нету. Там такие парки, они будут только вот за деньги, если ты зайдешь туда, не знаю, ну, прям вот в шаговой доступности возле домов, где живут простые люди. Такого там не встретишь. То бишь здесь для нас, ну, как минимум в Москве, в Московской области, подобные скверики делают. Казалось бы, парк общественный. Туда в основном приходят люди с детьми погулять, попить кофе. И в том числе туда приходят ребята для того, чтобы хорошенечко выпить. И вот эти люди словно не замечают ничего вокруг себя. Напиваются до такого состояния, что ты можешь идти по парку, все классно, все чисто, но лежит обблеванный, оббоссанный. Я буду называть вещи своими именами. Я понимаю, что можно подобрать слова, ребята. Я называю вещи своими именами. Соответственно, засроты там по полной программе бывают благодаря вот таким, назовем их, маргинальным людям. И на них нужен не лев против, когда кто-то напишет наверняка в комментарии. На них нужна полиция. Потому что в парке, например, не ходит никто. То есть, так спокойно, безопасно. Тем не менее, люди нарушают общественный порядок. Я начал тему как раз с того, что всем не угодишь. И мы не берем масштабы города, масштабы страны. Мы берем просто масштабы одного скверика, куда приходят горожане погулять. И как они себя ведут. Читая комментарии людей, подчеркиваю, в социальных сетях, я видел следующее. Все плохо. Зачем вы переделываете парк, оставьте деревья? Зачем вы в парке делаете зону для выгула собак? Нельзя. Собачники не пользуются. Собачники виноваты. С чем я просто не спорю, я вам доношу информацию. Скейтпарк. Зачем он нужен? Это все неправильно его нужно переделать. Таким образом, именно в интернете было огромное количество людей, недовольных. Вот специально для этого сюжета первых попавшихся людей решил сегодня остановить и задать им вопрос. Как им парк? Вот вы мне скажите просто. Вот парк, после того, как его полностью доделали. Вы довольны или вы недовольны? Вам нравится, не нравится? Нет, очень нравится. А вы же слышали про ту историю, что когда ту половину собирались доделывать, там вот вырубать деревья хотели, были очень много людей там недовольных, мол деревья это легкие Москвы, как же так, зачем это все делать? Слышали про такое? Ну, слышала, слышала, запретили там рубить, но это вообще-то неправильно. Народ здесь, с детьми в основном гуляют. Ну, до этого... И возрастные и так. Вы задаете такие вопросы по этому парку? Ну, проходи, приходите, надо смотреть. Почему вы задаете? Значит, вот сейчас отличный пример, когда человек подходит со спины и начинает отвечать, а какой смысл это вопрос? Значит, смысл вам, отвечаю. Ничего мы тут вырубать не собираемся, мы просто спрашиваем людей, довольны, недовольны. Потому что было очень много людей, которые, наоборот, говорили, не надо ничего делать. Да вы что? Вот, как женщины, то что оставьте, все как было, пусть растет лес. Вот и все. Нет, нет, очень довольны, во-первых. Мне очень нравится здесь гулять даже. Вот, ребята, смотрите, это очень важно, это такие тонкие наблюдения. Мы выходим вживую, подходим к людям общаться, всем все нравится. При этом, вот, да, женщина сказала то, что да, она слышала, что лесом там некоторые были недовольны, что его хотят вырубить. Но, как вы видите, деревьев предостаточно. И, то есть, таким образом сделали реальную интеграцию в лес. Но, но все вот эти недовольные высказывания были, знаете, где? В интернете, я читал их, ребята, в интернете. Ну, плюс видел, когда люди идут, там что-то бухтят, когда, знаете, еще ничего не сделали, просто забор. На-на-на-на-на-на-на-на-на, зачем, 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 не надо. Вот это, как раз, потрясающий сюжет. Кто-то мне написал, что, чего ты нам эти Дубаи показываешь за границей, ты нам нашу страну показывай, как мы живем, а не как вот эти там, за бугром. Вот, ребята, в ком вы узнаете себя? Вот, кто вы из этого сюжета? Человек, который выгуливает собаку без намордника и считает, что она не кусается и норм. Человек, который не заметил, как собака нагадила. Человек, который идет и злится, что какая-то собачка гуляет без намордника. Вы чей-то родитель, который говорит, вот, мой ребенок имеет право кататься, а если его шибли, то это вы виноваты. Ну, и так далее. Еще интересная картина как раз была, что женщина, которая вот на фоне там начала рассказывать, что, чего ты тут ходишь, какие-то вопросы задаешь. Я ей говорю, давайте вот на камеру ответьте, скажите, как вас зовут-то. Я вам прямой вопрос задам. Нет, не буду я на какую камеру ничего отвечать. Я говорю, а как вас зовут? Не важно, как меня зовут. Вот я анонимный, не надо мне ничего показывать. Это ключевое. Я не буду поднимать все переписки, показывать, какие общения идут, как взрослые, подчеркиваю, люди, эти группы, да, ну, вы знаете, всякие подслушан, там, ну, десятилетние дети, мне кажется, несят. То есть там, как правило, такие темы жизненно обсуждают уже более взрослое население, как они между собой общаются. Ключевая задача этого сюжета просто напомнить о том, что мы, как общество, приходим на общую территорию, и на этой общей территории не можем между собой договориться, как нам правильно себя вести. Хотя, казалось бы, предусмотрены некие правила, придерживаясь которых, и все будут довольны. Пожалуйста, молодые ребята, ваше мнение. В целом парк достаточно классный, но прежде чем вот это все построили, был такой маленький уголок с деревянными такими полочками, на них были цветы. Вот его снесли, вот это самое обидное. Там была такая прям чил-зона с лежачками, да, вот где-то вот рядом дискейт-парк. А в остальном, в принципе, все нормально. Не знаю, кто так говорит, скорее всего, он не помнит, каким был парк хотя бы лет 8 назад, вот. И если просто погуглить фоточки, балага, гугл позволяет, вот, можно найти. Вот, это, в общем, то, что стало, оно стало гораздо лучше. А еще хочу сделать акцент, да, что в Москве своеобразно относятся к плитке. И, соответственно, если мы начнем затрагивать тему, сколько денег ушло на этот парк, да, на благоустройство, то здесь вообще будет просто огромное количество раздора. Ведь можно одну вещь купить там по более высокой цене, более низкой цене. И нужно не забывать про качество. Некоторые говорят, а, наворовали там, закупили по высоким ценам, по факту, купи подешевле, это все развалится в первую зиму. Но за плитку прилетать будет постоянно, потому что у нас, смотрите, какой климат, холодно становится, все начинает замерзать, соответственно, потом становится теплее, все размерзает, и таким образом дорога убивается гораздо быстрее. Это тоже нужно не забывать. А потом, следующей весной, например, где-то местами начнут плитку перекладывать, и скажут, ага-ха, ага-ха. А так, конечно, я вам одно скажу. Не ценим то, что имеем. Вот не ценим то, что имеем. Когда мы приехали с женой в Дубай, мы просто были в шоке от того, какие там площадки детские. Вот это вот, даже вот это вот, маленькая там детская, да, малышковая площадка, это просто изюм. Изюм по сравнению с тем, что есть там. Особенно то, где она расположена. Это парк, здесь как бы тенек всегда, не жарко будет летом. А там, это, например, под каким-то мостом, где воздуха нет вообще никакого, ни вентиляции, ни сквознячка. То есть ты входишь просто там как в запертом помещении. Это действительно так. Это нужно учитывать. Хотя, если показать по картинке, сказать, о, смотрите, как классно. Это одно. В этом парке также присутствуют белки, билки, билки, знаете, такие вот билки с пушистым хвостом. Любят есть орешки, это все здесь есть. Ну и, короче, в целом, когда я смотрю сюда, я понимаю, что, ну, красотища, друзья. И это нас все окружает. И вот просто еще, знаете, такой важный момент. Как-то мы сидели с одним моим другом и обсуждали тему. Он говорит, а прикинь, вот тебе бы там из мэрии позвонили, сказать, давай, ты там ролики снимаешь. Пойдешь, короче, общественной деятельностью заниматься, вот что-то делать. Я сначала такой прям, блин, думаю, а круто. А потом понимаю, что даже при всем позитивном и правильном настрое, ну, его нахрен. По одной простой причине. Вот ты придешь с каким-нибудь желанием, знаешь, сделать что-то хорошее. Вот, допустим, обратились к тебе люди и сказали, ну, поставьте, пожалуйста, вот кормушки для птиц. Птиц их кормить надо. Мы вот с детьми приходим, дети нравятся. Ты поставишь, всегда найдутся те, кто скажет, зачем ты их поставил здесь. Это не так, это не это, вор, ты вот просто где-то там взял наши деньги, поставил. Короче, вот эта вот история может быть просто-напросто бесконечной. Инициатива, она вся наказуемая. Поэтому вот эта тема благоустройства, как, что сделали, особенно, особенно, когда это обсуждается в комментариях, это отдельная история. И вот даже к этому выпуску, почитайте комментарии, я думаю, они будут интересные. Они будут разносторонние по этому поводу. Таким образом, мы с вами выходим из парка в одном из выходов. Вот, смотрите, что происходит здесь рядом. Я думаю, вы уже чувствуете по шуму огромное количество автомобилей, грязь, все как положено. Зима как-никак набегается. Какой смысл этого сюжета? Я думаю, вы поняли, что всегда есть люди недовольные, кому вечно все не так. Но вживую, когда ты приходишь и спрашиваешь, как вам, все здорово. Но, тем не менее, друзья, подчеркиваю, я вот сам удивляюсь, как можно жаловаться постоянно. И это не так. И так в каждом вопросе. Вот можно такую серию роликов снимать до бесконечности. Ходить, собирать небольшие какие-то земельные участки, объекты. Их обсуждать, спрашивать у людей, что они по этому поводу думают. Я приглашаю вас в комментарии в ближайшее воскресенье. Я вас согрею воскресным выпуском прямиком с Бали. Там будет что посмотреть. Потому что я вам покажу тот Бали, с которым многих из вас именно так. Там будут все плюсы, минусы, объективность. Все полезные ссылочки в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пишите ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на все социальные сети. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok